Федеральная налоговая служба напоминает жителям Мурома. Полным ходом идет декларационная кампания, стартовавшая 1 января 2021 года. Она касается всех физических лиц, как граждан, так и зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Своевременная подача декларации о доходах не только обезопасит от штрафов, но и позволит получить налоговый вычет. Что нужно знать налогоплательщику, чтобы спокойно спать и какие доходы необходимо задекларировать в 2021 году, пояснили специалисты налоговой службы. В первую очередь физические лица, которые продали недвижимость, находящиеся в собственности менее 5 лет, а также физические лица, которые получили данную недвижимость по договорам дарения от близких родственников по приватизации, по наследству, находящиеся в собственности менее 3 лет. Также обязаны отчитаться от своих доходов физические лица, которые продали транспортные средства, находящиеся в собственности менее 3 лет, физические лица, имеющие доходы от сдачи в аренду имущества. Обязанность возникает у индивидуальных предпринимателей, применяющих обычную систему налогообложения в 2020 году, у нотариусов, адвокатов. Сроки подачи декларации до 30 апреля. Заплатить налог на доходы по поданной декларации необходимо до 15 июля. Также в инспекции напомнили, что подать документы для получения налогового вычета налогоплательщик может в любое время в течение года. Для тех, кто не предоставит финансовую отчетность или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. Налоговую декларацию в налоговый орган можно представить лично через представителя по доверенности, интериально заверенной, по почте, а также через сервис личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, который имеется на сайте Федеральной налоговой службы. За непредставление в своевременной декларации придется заплатить 5% от неуплаченной срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ составляет 20% от суммы неуплаченного налога.